Масштабная эвакуация в Лондоне. В срочном порядке, прямо посреди ночи, жители пяти многоэтажек заставили покинуть свои квартиры. Здания эти не прошли проверку на пожаробезопасность. Её провели после трагедии в Гренфилд Тауэр, которая унесла жизни 79 человек. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. На улице уже темнело, когда прозвучал призыв к полной эвакуации. Людей попросили собрать самое необходимое и срочно покинуть здание. Но поскольку там более 800 квартир, некоторых жильцов новость настигла уже за полночь. Это было как гром среди ясного неба. В два часа ночи мы стали собираться в панике, хватали всё, что под руками было. И когда сможем вернуться, даже не представляем. Решение об эвакуации власти приняли после проверки на пожаробезопасность. Оказалось, что облицовка этих пяти высотных домов на севере Лондона точно такая же, что использовалась в многоэтажке Гренфилд Тауэр. Там полторы недели назад во время пожара погибли 79 человек. Полиция подтвердила, что причиной трагедии стало возгорание холодильника, а внешняя отделка дома только способствовала быстрому распространению огня. Пожарная служба сообщила мне, что не может гарантировать безопасность жильцов в этих домах. И проблема не только в облицовке зданий, но и в газоизоляции. И мне пришлось принять это сложное решение – отселить людей на время срочного ремонта. Я понимаю, что это сложно, но после пожара в Гренфилд Тауэр мы не можем рисковать жизнями жильцов. Людей попросили переехать к родственникам и друзьям. Остальным предложили номера в отелях и муниципальных домах отдыха. Пообещали, что работы по замене облицовки займут от двух до четырех недель. Но многие считают экстренное выселение слишком радикальным шагом. Жители 85 квартир отказались покидать свои дома. Мы все в замешательстве. Я, например, не собираюсь уходить и буду ночевать дома. Я думаю, что власти слишком монстро отреагировали на ситуацию. Нет никакой спешки и прямой угрозы. Впрочем, уйти все-таки придется, говорят власти. Возможно, надо будет вызывать полицию и силой выдворять упрямцев. Тем более, что на время ремонтов отключат и газ, и электричество. По всей Англии сейчас идут срочные проверки многоэтажек. И уже оказалось, что как минимум в 27 домах использовали не огнеупорные, а более дешевые панели для облицовки. Впрочем, в тех зданиях, где нет дополнительных проблем с проводкой, изоляцией, обойдутся без отселения людей. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.